В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Автомобиль Виктора Калиничева подожгли. К такому выводу пришли спасатели после проведения экспертизы. Подозреваемых пока нет. Напомним, в 3 часа ночи 13 ноября Калиничев увидел, как во дворе на проспекте Масленникова полыхает его машина и попытался самостоятельно потушить огонь. Выбежав из дома, он открыл багажник автомобиля. В этот момент оттуда повалили клубы дыма. Калиничев потерял сознание. К моменту приезда медиков главный десантник Самарской области был уже мертв. По факту поджога возбуждено уголовное дело. ДТП в Самаре унесло жизнь 32-летней женщины. Авария произошла на пересечении коммунистической и клинической. По данным инспекторов ДПС, водитель Мазды пытался повернуть налево и не пропустил встречный внедорожник. Столкновения избежать не удалось. От сильного удара машины отбросило к тротуару. Никто из пешеходов не пострадал. Травм получил водитель Мазды. Его с переломом ключицы отвезли в больницу. Женщина-пассажир Мазды погибла на месте. У нее остался несовершеннолетний ребенок. Сотрудники ДПС пока не спешат с выводами, кто виноват в трагедии. По факту ДТП в данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Наша телекомпания выражает искренние соболезнования родственникам погибшей. Отправление пассажирского поезда Самара-Москва с железнодорожного вокзала задержали на несколько часов. Причиной стал звонок неизвестного, который сообщил, что в одном из вагонов заложена бомба. Эту информацию подтвердили в полиции. Состав находился на запасном пути. Отправиться в столицу он должен был в 18.40 по московскому времени. На место немедленно выехали саперы и все экстренные службы. Эти кадры нам прислал телезритель, оказавшийся очевидцем событий. Под усиленную охрану взяли из здания вокзала. Там дежурили спасатели и полицейские. Обследовав вагон за вагоном, взрывное устройство в поезде не обнаружили. Вызов оказался ложным. Вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о преступнике. В Приволженном федеральном округе продолжают разыскивать серийного убийцу. По данным следствия, этот мужчина, чей фоторобот вы видите на экране, задушил более 30 женщин. Начиная с 2011 года, его жертвами стали пенсионерки в возрасте от 75 до 90 лет. По версии сыщиков, маньяк проникает в квартиры под видом сотрудника ТСЖ или соцработника. Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении преступника, просят обращаться в ближайший отдел полиции. В Волжском районе полицейские пресекли работу одного из крупнейших за последние годы подпольных заводов, где производили контрафактный алкоголь. Его выпускали в промышленных масштабах. В сутки больше 65 тысяч бутылок. Поражают не только объемы производства, но и оборудование. Чего стоят три электронные линии, где все процессы автоматизированы. Такие есть только на крупных алкогольных заводах. По данным МВД, водка в форуме увозилась в Саратовскую область, а также в Самару и Сызрань. Задержаны 47 рабочих завода. В основном это мигранты из стран ближнего зарубежья. Кроме того, силовики арестовали двух организаторов незаконного бизнеса. По словам начальника областного полицейского главка Сергея Солодовникова, масштабы незаконного бизнеса заставляют задуматься о том, кто создал условия его развития. В отделе полиции Волжского района назначена проверка. Я еще раз говорю всем тем, кто хочет сегодня на территории области продолжать этот бизнес. Будете все сидеть. Мы не дадим никому здесь заниматься подпольным производством алкоголя. А в Самаре полицейские пытались изъять алкоголь, а поймали рыбку покрупнее. 10 человек задержано, почти 30 литров алкоголя изъято. В Самарской бане, расположенной в переулке Репино, нелегально торговали алкоголем и живым товаром. Кроме легкого пара, предполагают оперативники, здесь можно было встретить и девушек легкого поведения. Подробности в нашем сюжете. В этой бане, что в переулке Репино в Самаре, до недавнего времени предлагали не только попариться, но и отведать спиртного сомнительного качества. Нелегальная торговля алкоголем – это изначально и стало причиной проверки заведения. Видно, что кустарным способом, вот он прожженный в некоторых местах, то есть перегретый, видимо, то есть не соблюдена технология усадки данного колпака. Визуально признаки определенной контрастфактности, они присутствуют. Документов, подтверждающих качество алкоголя, как и лицензии на продажу в заведении, не оказалось. Тем не менее, администратор, она же бармен спиртное, отпускала без лишних вопросов. Знаете, что торговать алкоголем без разрешения нельзя? Ну, я насчет разрешения не могу вам сказать. Они просили, я им продала свою бутылку. Вы давно работаете? Я три месяца. За незаконную торговлю алкоголем предпринимателю грозит крупный штраф, а вот за организацию проституции придется ответить по статье уголовного кодекса. В момент проверки в заведении находилось несколько девушек. Я не отсюда. Откуда вы? В Челябинске. Цель – приезда сюда. Я проездом. Я, если честно, приехала погреться. За деньги не продавалась. Погреться приехали и эти трое мужчин, которые представились таксистами. По их словам, какие услуги помимо традиционных оказывали в бане, понятия не имели. Зато полицейские уже составили для себя примерную картину. Было установлено, что администратор бани вызывает клиентам девушек, которых привозят специально обученные люди. Девушек они оставляют клиентам. Эти девушки были установлены. Они дали соответствующие показания в отношении лиц, организующих этот нелегальный бизнес. В отношении лиц, получивших денежные средства за оказание интимных услуг, избрано административное наказание в виде 10 суток ареста. Данные лица сейчас находятся в спецприемнике. Владелец заведения так и не появился. Кто он, сейчас выясняют полицейские. Концентрация яда в организме погибшего Дмитрия Пузикова в день смерти была в 10 раз выше, чем в день поступления в больницу. Об этом на судебном заседании заявили специалисты в области химии. Адвокаты, осужденные на 7 лет жены банкира, по-прежнему стоят на своем. Екатерина Пузикова не убивала мужа. Это они и пытаются доказать в апелляционном суде. Напомним, Дмитрий Пузиков попал в больницу после домашней вечеринки. Как было установлено судом, в первой инстанции он отравился картофельным пюре, в котором обнаружили следы талия. По словам экспертов, тогда доза была несмертельной. И еще около двух недель Пузиков провел в больнице, куда доступ был ограничен. Талия из организма выводили, а тут имеет место быть повышение. Что однозначно говорит, что талия еще поступала извне. В какой-то отрезок времени, от которого до которого мы смотрели цифры. Вот, я думаю, что все-таки это действительно самый вероятный сценарий. В Самаре, пытаясь уйти от ответственности, нетрезвая автоледи устроила скандал в патрульном автомобиле. Вдобавок, чуть не съела составленный инспекторами ДПС протокол. Наказания избежать все же не удалось. Теперь за езду в пьяном виде девушке грозит крупный штраф и лишение прав. Наш корреспондент продолжит. За рулем автомобиля эта девушка почти 7 лет. За это время она 25 раз нарушала правила дорожного движения. В основном превышала скорость. А вот на этот раз, по словам инспектора в ДПС, села за руль пьяной. За счет, ты не имеешь права так делать. Я не имею права так делать. Не имеешь. Я при исполнении, а вы вне третий состояния. Вот вся разница. Управо. Нет! Можешь кричать? Ее автомобиль дорожные инспекторы заметили во дворе на улице Гагарина. Девушка перекрыла проезд. Это и вызвало подозрения у полицейских. Ну, для того, чтобы определиться и выяснить все обстоятельства, то есть спросить в конечном итоге, там, не нужна ли помощь водителю, подошли к водительской двери. Ну, вот в момент девушка, которая находилась на водительском сидении, значит, начала неожиданное движение и начала уезжать, грубо говоря. Около дома 59, по улице Гагарина, машина была уже остановлена. Девушка выскочила с водительского сидения, то есть попыталась убежать. Не успокоилась автоледи, даже когда ее усадили в патрульный автомобиль. Пока составляли протокол, она продолжала грубить инспекторам. Все спокойно, оформите. Три минуты, оформите ее, пожалуйста, быстрее. Быстрее, да. А кто не разбивает? Пройти медосвидетельствование девушка отказалась, а когда поняла, что наказание неизбежно, попыталась съесть составленный протокол. Какой ты медсануешь? Медсануешь. Протокол уеду. Оформили. Теперь нетрезвую автоледи ждет лишение прав и крупный штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, придется заплатить за штрафстоянку, куда отвезли ее автомобиль. Но самое страшное, уверены инспекторы, удалось предотвратить. С начала года в Самаре по вине нетрезвых водителей произошло 22 ДТП, в которых 10 человек погибли и почти 30 получили травмы. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok